Здравствуйте, в эфире программа АПТА ТНС. С вами Николай Сырбов и в ближайшие 30 минут расскажем вам о главных событиях уходящей недели. В Казахстане ведется постоянная работа по своевременному выявлению и пресечению подобных нарушений. Тех, кого поймали на преступлении, ожидает уголовное наказание. А с этого года по поручению президента деньги, изъятые у коррупционеров, пойдут на строительство школ. Тем самым незаконно полученные доходы будут служить на благо государства. И первое в стране учебное заведение, возведенное на конфискованную у преступников средства, на уходящей неделе открыли в селе Кумжарган Мугалжарского района. В торжественном открытии очага знания принял участие глава региона. Об этом и в целом, как проходила рабочая поездка Ярлы Тукжанова в Мугалжарский район в материале Владимира Федотова. Аким Актюбинской области Ярлы Тукжанов с рабочей поездкой посетил Мугалжарский район, где ознакомился с темпами социального и экономического развития. В селе Кумжарган глава региона принял участие в церемонии открытия школы на 60 мест. Ярлы Тукжанов поздравил сельчан со столь радостным событием в их жизни. В своем первом указе глава государства уделил особое внимание развитию сельских территорий. В целях исполнения данного поручения в 2022 году в нашем регионе стартовал проект Аул Аманате, призванный повысить благосостояние сельского населения. Финансирование проекта составляет свыше 6 миллиардов тенге. Мы также первыми запустили региональный проект БелемАул, в рамках которого более 10 тысяч учеников по всей области, в том числе 50 школьников Кумжарганской основной школы, обучают лучшие педагоги Актюбе. Также решаются вопросы развития сферы здравоохранения, повышения доступности медицинских учреждений для населения и качества медицинских услуг, развития инфраструктуры. Для села важен каждый житель. Напомним, что в послании народу Казахстана президент поручил направлять деньги, изъятые у коррупционеров, на строительство школ. И во исполнение этого поручения в селе Кумжарган впервые в республике ввели в строй данное учебное заведение, при строительстве которого были использованы деньги, размещенные в рамках расследования уголовных дел в отношении коррупционеров. Всего в 2022 году антикоррупционной службы Актюбинской области было возбуждено 86 уголовных дел, в рамках которых бюджет области возвращено 269 миллионов тенге, из которых 197 миллионов от СПК Актюбе. На достройку, на строительство этой школы из этих денег выделено и использовано 150 миллионов тенге. Мы вышли с инициативы, чтобы часть этих денег в рамках исполнения поручения главы государства было потрачено на завершение данной школы. Акимат поддержал, Акимобуси одобрил данный проект. Благодаря совместными усилиями был найден новый подрядчик и за дополнительные деньги данная школа была достроена. Она первая школа, в этом плане она является исторической, так как достроена в рамках исполнения поручения главы государства. Отметьте, возведение школы началось еще в 2018 году, однако по разным причинам строительно-монтажные работы были приостановлены. Строительство возобновилось в 2022 году и завершено в начале текущего года. В новом здании созданы самые современные условия, усилена материально-техническая база. Ранее кумжаргайские школьники получали знания в учебном заведении, построенном 44 года назад. Также в районе активно реализуется проект Ауэл Аманаты. Житель села Сагашилия Жулдыс Жарменов уже много лет выращивает скот. Однако количество животных не хватало для содержания семьи, поэтому сельчанин решил заняться бизнесом, и он достиг своей цели. Я решил принять участие в программе Ауэл Аманаты. В этом взял товарный кредит. Мне дали 50 голов баранов. Также взял две коровы. Через пять лет по договору должен буду все вернуть. Надеюсь, у меня все получится. Приложу все усилия, чтобы развить свое хозяйство. В дальнейшем, кто знает, может, буду торговать мясом. Аким область Ерылы Тукжанов, посетивший село с рабочим визитом, встретился с владельцем бизнеса. Он стал примером для других. Сельчане, добившиеся успеха в своем деле, также намерены получить товарный кредит. Сейчас за ним обратилось и 20 человек. Однако, в первую очередь, приоритет отдается безработным и гражданам, не имеющим стабильного дохода. Это поручение главы государства, чтобы развивать жизнь в селах, чтобы людям, которые хотят работать, не сидеть без дела, дать возможность реализовать мечту. И, думаю, это хорошая возможность получить поддержку в виде товарного кредита. Далее Аким Сила ознакомил главу региона с предстоящими работами. Здесь не только развивают животноводство, но и в рамках проекта большое внимание уделяется птицеводству. Отметим, что отличительной чертой проекта Аул Аманаты является выдача товарных кредитов. Крупные сельхозформирования передают скот в личные подсобные хозяйства и в течение трех лет получают молодняк. По области 27 крестьянских хозяйств согласились помочь реализации проекта Аул Аманаты. Всего ими будут выдано почти 6 тысяч голов, и уже на сегодня 600 голов было выдано 40 семьям. Кроме того, будут выдавать товарные кредиты начинающим предпринимателям. Также можно получить денежный кредит до 8 миллионов тенге. При этом необходим залог в виде дома. Это огромная поддержка, которой может воспользоваться каждый сельчанин, желающий зарабатывать своим трудом и развить подсобное хозяйство. Также жители села Сагашили берут кредит и открывают свое дело в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Гульпалия Кунэспай, чтобы начать хлебопекарный бизнес, потребовался всего один месяц. За это время она научилась готовить несколько видов хлебобулочных изделий. За один день испекает 140 штук хлеба, буханок, булочек и продает сельчанам. В апреле прошлого года пекарня выиграла грант в размере 4 миллионов тенге. Это здание раньше было магазином, потом мы поменяли его статус. Работники Акимата помогли нам приобрести социальную муку. И магазин поменял статус на пекарню. Работаем здесь я и один работник. В деревне растет спрос. В дальнейшем предпринимательница планирует печь 300-400 штук хлеба в день. Гульпара Кунэспай встретилась в Сакимом области и ознакомила его с деятельностью пекарни. Глава региона выразил свою поддержку. Это вы печете хлеб? Да, это я. Какой запах отличный. В день сколько буханок хлеба выпускаете? Мы открылись 10 дней назад. В день выпускаем 144 буханки хлеба. По чем продаете? По 130 тенге продаю. Сколько сейчас молодежи едет в районы? Все, кто поедет работать в село, будем поддерживать в рамках программы АУЛ Аманаты. В дальнейшем предпринимательница планирует открыть кафе и теплицу. Также в ходе визита в Могалжарский район Аким области Яралы Тукжанов встретился с жителями города Кандагаш. Открылась встреча отчетам Акима района. Скорширьез Данов остановился на мерах, принимаемых для развития края. И поделился планами на будущее. В первую очередь стоит вопрос обеспечения голубым топливом отдаленных сел. В сентябре село Караколь было обеспечено голубым топливом. Следующие на очереди села Жарах и Мухалжар. В целом из тех 34 села оно является самым большим, но по-прежнему остается без газа. Работа по подводке газопровода завершены. Осталось завести в село и подвезти к домам. По плану, в ближайшие три года планируется обеспечить газом 98,6% населения района. В этом списке и села Жанатурмыс и Жарки Мер. На работу в селе Жанатурмыс предусмотрено 119 миллионов тенге. Жарки Мере – 199 миллионов тенге. Деньги будут выделены в феврале месяце. На встрече были обсуждены и другие актуальные вопросы района. Например, школа Вашисая находится в аварийном состоянии. У нас в селе много многодетных семей. Много молодежи приезжает жить из города. Сегодня в Вашисаяском сельском округе проживает почти 800 человек. Детей до 18 лет насчитывается 200. Работает детский сад. Однако школа в аварийном состоянии. Мы переживаем за своих детей. Конкурс уже провели. Подрядная организация была определена. Они уже вырыли котлован. После этого вдруг отказались от своих обязательств. Объяснили тем, что не улажится водяную сумму с 240 миллионов тенге. Также на совещании были обсуждены работы по ремонту автодорог Актубе-Улгайсын-Кандагаш-Шалкар. Работы по восстановлению внутрипоселковых дорог будут осуществляться поэтапно. Да, много где нет асфальта. Поэтому ведем работы параллельно. В Улаке четыре улицы. В Талдесае две улицы. Сайга-Шиле одну улицу. Жага-Булаке въезд. Сага – одну улицу. После встречи Акимобласти посетил три производственных предприятия города. Сначала он ознакомился с работой кирпичного завода. Отметим, что в 2020 году его владелец воспользовался возможностью программы «Экономика простых вещей» и получил кредит в размере 4 миллиардов тенге. Мы производим 48 миллионов штук кирпича в год. Работает 200 человек. Заработную плату всем выплачиваем вовремя. Процесс полностью налажен. Далее глава региона ознакомился с работой завода по производству минеральной ваты мощностью 230 тонн в год. Кроме того, он посетил завод по производству спиртных напитков и тепличный комплекс «Конды» Катулигенова. Здесь ежегодно получают от 800 до 1000 килограммов продукции. Владимир Федотов, Нурбаладажан, Жанадиль Сагиев, Аптатанусы. Повышение благосостояния сельских жителей. Именно эти цели преследуют реализация инициированного главой региона проекта «Аула Манате». Важно отметить, что проект уже достиг республиканского уровня. И отрадно, что все больше сельчан стремятся принять участие в реализации социально важного направления. Получить выгодный займ и товарный кредит. В этом убедился Аким области Ирлы Тукжанов в ходе поездки в Хабдинский район. Глава региона также уделил особое внимание вопросам социально-экономического развития родины Батыров. Основные показатели были заслушаны в ходе встречи с населением. Также хабдинцы имели возможность напрямую задать вопросы руководству области и района. Поделиться имеющимися проблемами и пожеланиями. Встреча с населением прошла в новом формате. Что предполагает отчет о проводимой работе и планах на ближайшую перспективу со стороны Акима района. После чего жители могут задавать интересующие вопросы. Как подчеркнул Ирлы Тукжанов, президентам ставятся масштабные задачи по повышению качества жизни людей. Особенно это касается сельской местности. Большие задачи стоят перед нами в текущем году. Одна из самых важных – качественное исполнение проекта «Аул Аманаты», который реализуется согласно указу главы государства Касымжимар Татакаева о развитии сельских территорий. Успех проекта, достижение его конечных целей, повышение благосостояния населения, снижение уровня безработицы на селе, зависит от нас с вами. Со своей стороны мы создадим все условия. От вас, жителей сел нашей области, требуется активное участие. Конечно, есть и ряд других вопросов, волнующих население. Все они постепенно решаются. К примеру, финансирование на ремонт и строительство дорог в этом году увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Дорогам инженерной инфраструктуры в сельской местности будет уделено особое внимание. И это не просто слова, а реальные действия в направлении улучшения дорожной инфраструктуры. В текущем году по региону планируется отремонтировать и построить около 770 километров автомобильных дорог. В результате доля дорог местного значения в нормативном состоянии будет доведена до 78%. В Хабдинском районе планируется отремонтировать подъездные пути к селам Сарбулак, Утек, Кызложар, Жарык, межпоселковые дороги Бестау, Жанаталаб, Жанаталаб, Жарсай, а также внутрепоселковые дороги рядом населенных пунктов. На эти цели направят свыше 3 миллиардов тенге. Однако вопросы касательно состояния дорог остаются актуальными. В первую очередь я хотела бы отметить, что впервые вижу Акима области. Есть возможность напрямую задать вопрос. За это огромная благодарность. Хочу затронуть тему дорог. Недавно с родственниками ездили в село Бескодок. И качество дорожного полотна там оставляет желать лучшего. Чуть в аварию не попали. Даже в райцентре есть улицы с плохими дорогами. Считаю, необходимо решать эту проблему. Проблемы с дорогами есть. Быстро решить их не получится. Это касается и проведения ремонта. В некоторые районы вообще сложно добраться из-за плохого качества дорог. Обо всех этих проблемах я знаю. Что касается вашего вопроса, я прошу записать протокол. Здесь присутствуют руководители областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, которые тоже должны взять себе на заметку. Будем смотреть и решать проблему. Немаловажная задача обеспечить население необходимой инженерной инфраструктурой. В прошлом году в Хавденском районе были газифицированы сразу три села – Жананталаб, Жарсай и Тересакан. Централизованные водоснабжениями обеспечились село Жарсай. А в селах Булак, Кусоткель установлены блочно-модульные комплексы. Глава региона также поручил провести анализ потребления населения района продуктов питания. Его данные должны стать основой для дальнейшего развития и диверсификации сельского хозяйства района. Главная цель – максимальное обеспечение основными продуктами питания за счет собственного производства. Обеспечение продовольственной безопасности – наша первая очередная задача. И в этом направлении проводится большая работа. Район не имеет проблем с обеспечением населения мясом баранины и говядины. Картофелем обеспечены на 100%. Во всех округах занимаются этим видом деятельности сельского хозяйства. Начиная с села Алия вдоль реки Хабда выращивают картофель, воду используют для полива. В местном софонде имеется запас более 40 тонн картофеля и цены в среднем за килограмм по 140-150 тенге. Хабдинцами был поднят важный вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения. Отметим, в результате инвентаризации минувшего года 55 землепользователей вернули государству более 69 тысяч гектаров неиспользуемых земель. В оборот было введено 128 тысяч гектаров. Кроме того, в целях увеличения площади пастбищных угодек 19 населенным пунктам были добавлены земли общей площадью свыше 55 тысяч гектаров. «Неосвоенные и используемые не по назначению земли должны быть возвращены государству. Эти земли необходимо справедливо распределить между теми гражданами, кто действительно намерен на ней работать. Я поставил перед активами всех районов задачу по кардинальному решению этого вопроса не позднее этого года». Это дом жителей села Алия Курала Жексигалиева. Сельчанин уже начал заниматься предпринимательством, открыв сварочный цех при поддержке государства. В будущем планирует запустить собственную теплицу. А сейчас активно развивает личное подсобное хозяйство. Благодаря проекту «Аул Аманаты» на условиях товарного кредитования одно из местных хозяйств передало ему крупный рогатый скот и бердино-ангусской породы. «Благодаря проекту «Аул Аманаты» я получил пять голов лиминого скота. Это ценная местная порода. Сейчас ухаживаю за ними, ожидаем приплод. Кредит мне выдали на таких условиях, что сам скот – это залог. Возвращать займы я буду в течение пяти лет телятами. Всего 15 телят должен отдать, по три теленка за каждую корову. Считаю, что это очень хорошее, выгодное условие». Одно из крупнейших сельхозформирований Тересаканского сельского округа также передало местному жителю 50 голов овец на условиях товарного кредитования. Глава хозяйства Ирлан Каспаков заверил, что готов поддержать и других односельчан. Важно подчеркнуть, что в проекте «Аул Аманаты» примут участие жители всех 16 сельских округов Хабдинского района. Всего планируется реализовать порядка 600 проектов, большая часть которых направлена на развитие птицеводства и растениеводства. Для оснащения кооперативов планируется приобретение 23 тракторов и сенокосных агрегатов. Отметим, в 13 сельских округах уже создано 15 кооперативов. Глава региона лично ознакомился с реализацией проектов в Булакском, Чересаканском, Хабдинском и Талдысайском сельских округах. «Хозяйство мы открыли по состоянию субсидий 6% свага программы. И с тех пор мы работаем по сегодняшний день. Берем субсидии, государство оплачивает нам субсидии за каждую голову, за все, за корма, за все мы получили. Теперь вот, о котором мы говорим, сейчас 2,5% мы всем говорим, берите, не бойтесь субсидий. Это проплачивается государство, это малые-маленькие проценты, это отношение, это хорошо же так». В районном центре Ирлы Тукшанов ознакомился с деятельностью проектного офиса Аула Монаты, где претенденты оформляют документы на получение льготного займа и товарного кредита. «Необходимо проводить качественную разъяснительную работу среди населения. В Ауле Монаты предусмотрены очень выгодные условия. Президент дал нам большую возможность для развития села, повышения благосостояния каждого сельского жителя, и мы должны ею воспользоваться. Для большей эффективности все участники проекта должны объединяться в кооперативы. Председатели кооперативов пусть выбирают сами. Из числа тех, это сельчан, которые пользуются наибольшим доверием». Развитие сельских территорий в рамках проекта «Аббат-Андерлган-Аул». В этом году проектом охватят по одному селу каждого района области. Таким образом, будут созданы 12 образцовых населенных пунктов с развитой инфраструктурой. Важно подчеркнуть, что данный проект инициирован на Кимом области Ирлы Тукшановым. В селе Тересакан состоялось подписание первого меморандума о сотрудничестве в рамках уникального регионального проекта. Так, местные крестьянские хозяйства и предприниматели инвестируют в собственные средства строительства спортивного комплекса «Агнарного типа», центр обслуживания предпринимателей, детско-игровой и воркаут-площадок, установку арки на въезде в населенный пункт. К слову, всего в данном направлении по области будет реализовано не менее 120 социально значимых проектов. Согласно поручению президента, в нашей области усилена работа по трем основным направлениям. Повышение благосостояния сельских жителей, развитие инфраструктуры в селах, создание равных возможностей в социальной сфере. За 30 лет независимости, благодаря государственной поддержке, крепко стали на ноги множество предприятий, предпринимателей. Настало время помогать родному краю, своим землякам. Процветание народа – залог дальнейшего успеха их дела. В ходе рабочей поездки в Хабдинский район глава региона осмотрел строящиеся здания школы в селе Тересакан. Школу на 60 мест должны были сдать в эксплуатацию в декабре прошлого года. Однако подрядчик не выполнил взятых на себя обязательств. Ерлы Тукжанова заверили, что уже к новому учебному году школу введут в эксплуатацию. Проект мы должны были завершить в прошлом году, так как подрядчик был недобросовестный. Мы через суд расстроили доктор, то Ерханат сервис, злодзинская фирма. На сегодняшний день мы откорректировали весь проект. Сейчас на стадии объявлений. Но, как вы сами на совещании видели, сейчас поручение Акима Омбус есть. Сейчас начинять все работы. Мы сейчас над этим думаем, что в скором времени строительство возобновим. Также Ерлы Тукжанов ознакомился с деятельностью кондитерского цеха, открытого три месяца назад. Жительница села Алия Жанаим Саганбаева выиграла государственный грант по проекту «Бастау-бизнес» на 1 миллион 200 тысяч тенге. И теперь ежедневно выпускает 70 булок хлеба и около 30 видов ягодических изделий. Индивидуальный предприниматель Сталдесая и Султан Умиржанов открыл теплицу. Овощи на закрытом грунте выращивают на площади в 100 квадратных метров. Ерлы Тукжанов пожелал ему успеха в труде и поручил руководству района Акиму сельского округа, оказывав всестороннюю помощь потенциальным участникам проекта Аула Манате. Эту теплицу я запустил в 2019 году. Уже три года работаю. Я раньше проектировал и строил подобные сооружения на заказ. Во многих районах есть мои теплицы, в частности в Храмтау, Алге, Актубе. Здесь выращиваю огурцы. Хочу участвовать в Аула Манате, чтобы в этом году расширить теплицу в четыре раза. А участница государственных программ «Дорожная карта занятость-2020» и «Продуктивная занятость» Разия Галиева получила льготные займы на общую сумму 11 миллионов тенге. На эти средства открыла швейную мастерскую в Хабде. Услуги пользуются большим спросом. Заказы регулярно поступают и из других регионов, к примеру, Мангистаусской и Западно-Казахстанской областей. Сейчас в цехе работает 16 человек, которые производят одежду и иные изделия в национальном стиле, приданные для невест. К слову, здесь работает немало многодетных матерей. Работаю здесь уже год. Я многодетная мать. Четверых детей воспитываю. Условия для труда хорошие. Подшиваем и реставрируем вещи. Создаем полный комплект казахской национальной одежды. Заказов много. Зарплата хорошая. Если большой объем работ, в месяц до 200 тысяч тенге выходит. В ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с деятельностью областного центра патриотического воспитания «Алия». В двухэтажном центре действуют спортивные читальные залы, музей, в котором хранятся личные вещи «Алии Молдогуловой» и другие экспонаты, связанные с легендарной девушкой-снайпером. В ходе осмотра центра Ярлы Токжанов встретился с молодежью, посещающей секции подзюдо. Акимобласти подарил ребятам спортивную одежду и пожелал больших побед. А в селе Булак, где родилась отважная дочь казахского народа, Ярлы Токжанов возложил цветы к памятнику героине. Он также посетил дом-музей «Алии Молдогуловой», оставив запись в гостевой книге. Дом-музей был открыт на частные средства в 2021 году. Это событие произошло в год 30-летия независимости Казахстана. Инвестиции в открытие столь нужного объекта вложил глава местного крестьянского хозяйства Алдамберген Жолдасов. Важно подчеркнуть, что в 2025 году исполнится 100 лет со дня рождения «Алии Молдогуловой». И мы уже начали подготовительные мероприятия к данному событию. Музей пользуется большой популярностью. Организовываются экскурсии для молодого поколения, которое должно знать о подвигах «Алии». Поддержка многодетных и малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, поддержка в обучении и получении гранта и впоследствии открытие собственного дела. Именно эти цели преследуют пилотный проект «Абасты от Басы», который реализуется в пяти регионах Казахстана с 1 декабря прошлого года. Поддержал начинание фонд развития социальных проектов «Самрук Казна Траст», выделив более 200 миллионов тенге. На минувшей неделе первые выпускники социально-благотворительного проекта «Абасты от Басы» в Актюбинской области получили оборудование для открытия собственного дела. Обучение представителей социально уязвимых слоев населения проходили в Хавдинском районе. В общей сложности 20 участников первого потока получили необходимые знания по пяти направлениям и в дальнейшем им окажут поддержку квалифицированные менторы. Производственное швейное оборудование после обучения получила жительница райцентра Гульмира Кужаниязова. Основной упор она планирует делать на пошиве одежды и постельных принадлежностей для особенных детей, так как она сама является мамой ребенка с инвалидностью. Швейное дело решила развивать и Баршагуль Бердибаева, который воспитывает четверых детей. Уже сейчас на дому она готовит постельное белье, курпе и другую продукцию, а в будущем намерена открыть собственное ателье. По проекту Табасту от Басы я прошла месячное обучение, закончила курсы по швейному делу и считаю настоящим подарком судьбы, что удалось принять участие в этом проекте. Мне выдали необходимое швейное оборудование на открытие собственного дела. Это весомая поддержка. Хочется выразить огромную благодарность авторам проекта за такую помощь. В общей сложности грантовую поддержку получили 20 человек, прошедших месячные курсы. Важно подчеркнуть, что основной целью проекта Табасту от Басы является повышение благосостояния людей путем получения востребованных профессий с возможностью реализации собственного бизнеса. Особый акцент делается на семьях и социальной категории граждан. Прежде всего для того, чтобы многодетные мамы могли на дому воплощать в жизнь свои проекты, тем самым повышая семейный доход и в целом качество жизни. В начале проекта мы им не говорили о том, что будут гранты. Для них это такой бонус приятный. Потому что мы хотели, чтобы были те, кто реально хочет начать свое личное дело в домашних условиях. Потому что для них же требовалось время, они должны были месяц обучаться, ходить. Чтобы не ходили ради, скажем, грантов, а чтобы реально человек сказал, нет, я хочу измениться, я хочу стать благополучной. И для этого я буду ходить на эти уроки, на эти мастер-классы, на эти мастер-меды. Денежными средствами не даем, что очень важно. Мы даем в виде инвентаря. Обучение слушателей проводилось по пяти направлениям. В частности, популярному женщин-швейному делу. Большой актуальностью пользуется и профессия кондитера, где также было немало желающих освоить основные азы. Индустрия красоты в последние годы также пользуется большой популярностью. И профессиональные менторы в ходе обучения делились наработанным опытом и тонкостями бьюти-индустрии. Безусловно, в век цифровых технологий успешно развивается СММ-направление. А для мужчин проводилось обучение по направлению автослесарской деятельности. Программа проекта составлена таким образом, чтобы выявлять потребности людей. В первую очередь, это психологические тренинги, тренинги по личному росту. А далее идут тренинги по основам ведения собственного дела, так как эти люди не только не просто проходят обучение, но в итоге получают грантовое оборудование для запуска и для дальнейшей реализации собственного дела в рамках своего дома. И, соответственно, в этой связи мы проводим тренинги по ведению бизнеса. Далее уже идут мастер-майнды, это индивидуальные консультации, а также это работы в группах. Курс этим не заканчивается. Далее по окончанию месячного курса участники получают менторское сопровождение в течение четырех месяцев. То есть после проекта мы их не оставляем. То есть мы обучаем, предоставляем грантовые оборудования, далее уже сопровождаем их, предоставляем менторское сопровождение, чтобы им помочь вести собственные дела. Важно подчеркнуть, что проект получил поддержку от фонда развития социальных проектов Самрук Казана Траст. По словам представителей фонда, это было сделано с целью поддержки жителей и в целом регионов Казахстана. Самрук Казана Траст выделил финансирование на данный проект от лица всей группы Самрук Казана. Выделено было более 200 миллионов тенге. В рамках проекта пять областей будут охвачены. Это три новые области – Абайжи, Тесу, Латау и Туркестан и Ахтубе. В рамках проекта будет выделено 300 грантов, как я уже отметил. Этот проект направлен на повышение благосостояния граждан. То есть людей учат профессиям, людям дают средства, которые помогут им добиться каких-то определенных результатов, стать индивидуальными принимателями, ну и повысить благосостояние своей семьи. То есть поэтому проект был поддержан, мы считаем важным данное направление. Также я хотел отметить, что в целом по Ахтюбинской области Самрук Казана реализовал 21 проект на сумму 2,3 миллиарда тенге. Это вот за период с 2017 года по 2022 год. Важно отметить, что в период пандемии были предоставлены все необходимые средства, такие как скорые машины, реанимобили, ИВЛ-автоматы. Как уже упоминалось, в первом потоке обучения, который был организован в Хавдинском районе, приняло участие 20 слушателей. Еще 40 грантов предусмотрено в рамках второго потока, который пройдет в Ахтюбе. Принять участие в проекте могут не только жители областного центра, но и районов. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Аптат НС. Хотя на наступление весны остается еще порядка месяца, в последнее время особую актуальность приобрел вопрос подготовки к паводку. По данным министерства, по чрезвычайным ситуациям, по стране в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов. Это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан. Также профильное ведомство разделило поводкоопасные регионы страны по степени риска. В число областей с высоким риском вошла Актюбинская. Поэтому неудивительно, что данный вопрос находится на особом контроле руководства региона. В настоящее время сформирована группа сил и средств служб гражданской защиты и общей численностью более полутора тысяч человек. 487 единиц техники. Акимобласти Ирлы Токжанов поручил департаменту по чрезвычайным ситуациям Акимам районов взять на контроль все проблемные участки и активизировать работу, подготовить спецтехнику, инертные материалы, а также сжатые сроки составить по каждому району карту рисков. Все указания главы региона были незамедлительно взяты на заметку. По данным областного филиала Казгитромета, количество выпавших осадков в регионе этой зимой превысило прошлогодний показатель. Во всех районах, где имеется риск бурного половодия, принимаются все необходимые меры по предотвращению угрозы затопления. Так, Тимирский район решает проблему потопления поселков Капа, Кумсай, Шитубек, Шубарши путем строительства плотины. В Шубарши в рамках дорожной карты было выделено 39 миллионов и построена дамба. На протяжении трех лет она приносит большую пользу. Проводятся работы по ремонту. На остальных участках были установлены плотины при поддержке местных депутатов. Сейчас мы также подготовили необходимые материалы для борьбы с паводком. В 2021-2022 годах отремонтирована плотина на восточной стороне реки Илег Алгинского района. Сейчас там опасная зона затопления. В Алгинском районе на сегодняшний день зарегистрировано 14 гидротехнических сооружений, из них 2 дамбы и 12 плотин. Все они сейчас находятся в коммунальной собственности, угрозы не имеют. С 2019 года начали выделять деньги для капитального ремонта существующих дамб. Например, у нас три поселка входило в состав опасных территорий. Например, в 2019 году с областного бюджета было выделено 39 миллионов. И в 2019 году был осуществлен капитальный ремонт дамбы. На сегодняшний день село Тамда уже не входит в опасную территорию. В этом году из бюджета было выделено 274 миллиона тенгена ремонт плотины Косем в поселке Есетбатыра. Планируется произвести реконструкцию данной дамбы. Было выявлено три участка – Тамда, Алга и село Есетбатыр. В поселке Тамда и город Алга существующие дамбы выделены деньги. С 2019 по 2022 год в двух населенных пунктах провели капитальный ремонт за счет бюджета. Сейчас опасности не имеет. В Уилском районе имеется четыре зоны риска потопления во время половодия. Это село Екпитал, Каратал, Карасу, Ак-Кемер. Для предотвращения паводка заготовлено 10 тысяч мешков песка, 5 лодок, 19 насосов для откачивания воды. Так, населенный пункт Каратал находится всего в 800 метрах от берега реки Уил. Поэтому в текущем году на мероприятие по предупреждению паводка в Уиле выделено 16 миллионов 100 тысяч тенге. В отношении названных четырех зон, подверженных потоплению, план работ выглядит следующим образом. На сегодняшний день населенный пункт Екпитал имелся защитная плотина. Она была построена в 1969 году. В прошлом году мы проделали работу по повышению 200 метров плотины. Также в населенном пункте Каратал была построена временная плотина в длину на 500 метров, а на высоту в полтора метра, дабы создать защиту от реки Уил. А в населенных пунктах Ак-Кемер и Карасу раньше была опасность наводнения. Но чрезвычайной ситуации не было, поэтому и обсыпали это песком. Когда возникнет возможный риск, мы подключим и спецтехнику. В этом году руководство Хабдинского района потратит 3 миллиона тенге на приобретение оборудования, 3 миллиона на вывоз снега и 1 миллион на откачку талой воды. Отремонтирована метровая защитная плотина в поселке Канай. В Кагалыме построена двухметровая плотина стоимостью 760 тысяч тенге. Отметим, два населенных пункта района, села Сарабулак и Отех, в прошлом году приходилось добираться на лодке. Данный вопрос в этом году, думаю, найдет свое решение, так как были выделены все необходимые финансы. Кольцевые дороги были сделаны так, чтобы рис возникновения паводков был меньше. Также на селенном пункте Отех пострадал мост, но сейчас его восстановили. То же самое и с дорогой возле Фока. И, конечно, особенно важно не допустить разгул от алых вод в областном центре. В этой связи городским службам было поручено провести анализ возможных затопляемых зон и выполнить соответствующие работы для предотвращения затопления. Акиматом города все силы и средства по зимнему содержанию ориентированы на наши жилые массивы. В частности, в первую очередь, сегодня на особом контроле это жилой массив Москва, Шанхай, Гормолзавод и Курмыш. На 2023 год на противопаводки мероприятий по городу Ахтюбе предусмотрено 300 миллионов тенге. У нас в этом году снега больше. По северу области, например, взять город Ахтюбе, если в прошлом году за три месяца выпало 102 миллиметра, то в этом году 136 миллиметров. Промерзание тоже грунта почвы, то есть у нас тоже больше в этом году. И высоты снега у нас в этом году больше. Но все будет зависеть, вот поводок будет зависеть от выпадения количества осадков в феврале и в марте месяца. И основное, конечно, у нас это температура, температурный фон. Если в марте у нас будет резкий скачок температуры, то есть в конце марта, то вода пойдет хорошая. Если температурный фон будет днем тепло, ночью мороз, тогда вода будет уходить потихонечку, понимаете? В частности, начата очистка арыков, ливневых канализаций, водоотводных каналов. Ведутся берегокурепительные работы, работы по установке водопропускных сооружений. Очистка продолжается на реках Сазинка, Женишке, Бутак и Тамда. Ранее специалисты обследовали русла и определили участки, которые могут представлять опасность для расположенных рядом домов в период весеннего половодья. Это частичные жилые массивы Кызылжар, Исетбатера, Уорлеу, Сазда, Ахшат, Щелесай, Садовы, Заречный 4, район Магаджанского лесничества, Микроембатс-2. Проводится очистка в руслах рек Сазинка, Женишке, Бутак и Тамда. Уполномоченные органы держат ситуацию на контроле. Работа будет продолжаться с учетом погодных условий. Владимир Федотов, Зарина Удбанова, Мейжан Аманжолов, Жанна Идиль Сагеев, Аптат-НС. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы Аптат-НС. Смотрите следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова